Николай Григорьевич Зубрилин Здравствуйте Два вопроса Первый вопрос Департаменту городского имущества Есть у нас раздел На государственную программу Жилище И до нас довели информацию Что в 2022 году Будет израсходованность бюджета города Москвы 9 миллиардов рублей На эти средства Будет построено и предоставлено Квартир очередникам В объеме 2 тысячи То есть 2 тысячи семей получат квартиры Но если мы посмотрим Финансирование за 22 год По программе жилища 269 миллиардов Если взять за среднюю цену себестоимости Одной квартиры по Москве Это приблизительно от 5 до 7 миллионов рублей То на эти средства Можно построить 38 тысяч квартир У нас в Москве очередников Чуть более 50 тысяч А если мы по 2 тысячи Будем выстраивать квартиры Предоставлять очередникам Это растянется на 30 лет Что вы можете сказать по этому поводу? Как прокомментировать? Департамент имущества Кто будет отвечать? Коллеги? Добрый день Екатерин Фурслан Гумирович Заместитель руководителя Относительно указанных статей Нужно Наверное тут разграничить Что все жилище Это не только строительство Новых жилых домов Многоквартирных домов И так далее То есть 269 миллиардов Это в целом По многим сферам Распределяются И статья 9 миллиардов На очередников Она не подразумевает Строительство на эти деньги Это исключительно Деньги Которые в качестве Субсидий Выделяются Очередникам Непосредственно В виде денег Соответственно По остальным статьям На которые планируется Возведение жилых домов И помещений Как распределяются Тут наверное нужно будет Спрашивать уже Соответствующих департаментов Понятно Позволите добавлю Еще два слова Про Да пожалуйста Про движение очереди Да При наличии 50 тысяч Семей очередников Мы посчитали В пятиэтажных домах Которые включены Ну вообще В домах вернее Которые включены В программу реновации В 5175 домах В них проживает Более 15 тысяч Семей очередников Соответственно Программа реновации Как минимум Треть нагрузки На обеспечение Очередников Решает Путем переселения И одновременно С переселением Улучшение Жилищных условий Так мы брали Буквально на днях Зяли статистику За этот год Да она небольшая Но 100 семей Уже улучшили Жилищные условия В следующем году Объемы переселения Сильно вырастают График переселения Будет существенно больше И в тех домах Которые планируются К переселению В следующем году Мы видим уже Более 200 семей Очередников Проживает Соответственно Это также Решает часть Проблемы Спасибо Спасибо за ответ Но я считаю Что система Николай Григорьевич Еще будет вопрос Да будет вопрос Что касается Ответа Я не согласен С ним Потому что Система Непрозрачная По предоставлению Жилья очередникам И очень запутанная Очень запутанная Ее нужно менять Так дело Ребята не пойдет Извините Вопрос Департаменту Транспорта На 2022 год Предусмотрено 300 миллионов рублей На перевозку Пассажиров Без оплаты Проезда И иных Расходов Связанных С обеспечением Проведения Массовых мероприятий Меня интересует Какая категория Пассажиров Будет перевозиться И кто будет Организатором Данных перевозок Спасибо большое За вопрос Соответственно В рамках данной категории В рамках данных Льгот Перевозятся Как правило Незащищенные Категории Граждан То есть Как правило Перевозятся Ветераны Из других регионов И прочие Категории Которые не имеют Льгот на проезд В Москве Соответственно Согласно Московскому Именно Законодательству При этом Здесь могу сказать Что перевозчиками Выступают В рамках данной Субсидии Исключительно Перевозчики Города Москвы То есть Это ГУК Мосгортранс ГУК Московский Метрополитен Это те предприятия Которые Соответственно Обеспечивают Транспортное Обслуживание Населения Помимо этого Также Части этой Субсидии Могут выделяться Прочим предприятиям Например Прочим предприятиям Также работающим В Москве Например Тем перевозчикам Частным Которые работают По государственным Контрактам По заказу ГУК Организатор Перевозок То есть Эти средства Условно говоря Остаются В бюджете Просто Если эти карточки Эти бесплатные Ратовые билеты Выдаются Льготникам Также Из этой Статьи Финансируются Билеты Волонтерам Если Проезд Волонтеров Волонтеров Осуществляется В рамках Например Программы Поддержки Госпиталей И так далее То есть На самом деле Достаточно много Разных категорий Пользуются Этой статьей При этом Только городским Перевозчикам Идут эти средства При этом Выплачиваются Они здесь Еще одну вещь Хочу сказать Только по факту Если есть Поездка Тогда Метрополитен Или Мосгортранс Получает эти деньги Если поездки Нет Соответственно Все средства Остаются В бюджете Мы за этим Не укоснительно Следим Спасибо Роман Маратович Большое спасибо Спасибо Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Кулакова Продолжение следует...